По ходу всех военных действий против России и против Китая выигрышей оказалась Российская империя, приобретя территорию, равную нескольким европейским государствам наподобие Франции. Наша экспедиция удивительным образом совпала с путешествием Ричарда Карловича Маака в 1855 году. Тоже большое наводнение, и тоже много воды, и тоже невыносимая жара. Мы не можем достигнуть устрелочного караула, потому что морозы с каждым днём делались сильнее, и на реке уже показалась шуга. О чудо! Уазик! Покупайте наших слонов! А он описывал, что у него было, так как у него было мало времени, он смог только за деревню выйти вниз по Амуру, в первый лесок. Сейчас по карте мы посмотрели, как вот он, деревня, вот первый лесок от неё. Они везли огромное количество газет в мешках непромокаемых, потому как по реке, на лодках, на плотах, и для него было сложностью сохранить гербарный материал. Он выполнял функции разведки, и для этого не надо, ему было, как говорится, лишние контакты. Смотри, какая лилия! Он пишет, как они не могли выспаться ни в палатке, потому что просто было битком набито вот этим всем, всеми насекомыми, комар, мошка, слепни. И им было, конечно, очень тяжело. Но это ещё больше вызывает уважение тех людей или тем людям, которые работали в те времена. У Цинского Китая был выбор. Либо здесь появятся англо-французские флаги, которые не выгодны ни России, ни Китаю, либо здесь будет дружественная территория России. А спровоцировали это событие Великобритания и Франция, которые вот как бы так вспугнули Россию на своих дальневосточных рубежах. Ну, ткнули палка медведей. Ну, вот, и медведь тут зашевелился. Да, ну, заодно посмотрел, что у него тут какой-то беспорядок. Он не может, оказывается, добраться до своей же территории. И медведь решил пообщаться с китайским драконом. В том месте, где Ричард Карлович Муак приставал к правому берегу Амура, а именно Айгунь, для общения с манжурами, и в этом месте на сегодняшний момент существует мостовой переход между Россией и Китаем. Осваивать такую территорию, ты просто в этой территории ассимилируешься, ты в нее, соответственно, входишь и ты становишься ее частью. И уже в этой ситуации, кто ты по происхождению, как тот же Маак, да, то есть там русский немецкого происхождения, уже эта вторая часть становится неважной. Ты здесь живешь. Ты здесь вливаешься, сливаешься с этой природой, с этой землей. Ты становишься единым целым. Ты это развиваешь, и все вокруг развивает тебя.